И так, значит, вот такой результат получился. Вскрыл лаком, конечно, кисточкой. Хорошо бы было, конечно, компрессором. Ну, есть потёки. Вскрывал только верхнюю деку, потому что она лопнутая. И пришлось вот такую толстую наклейку сделать, чтобы как бы связать лаком вот эту вот трещину. Я её, конечно, говорю, всю проклеил. Сколько уж туда попало. Но есть, короче, тут косяки. Значит, просверлил отверстие под чопы, под струны. Всё размерил, всё вот вставил. Ну, был бы я, не я, если бы у меня клей не потёк. Так вот, есть потёк, значит, клей. Проклеивал нижнюю вот эту вот, значит, вот эту штукенцию. Забыл, как она называется. Так. Ну, под портал не стал вот эту обрезать. Пойдёт пока так. Обрезать никогда не поздно, да? Ну, наклеил, значит, вот эту вот наклейку. Долго лежала у меня. Клей уже даже высох. Короче, получается, на следы не хватило. Там они уже пересохшие были. Сверху вскрыл лаком. Значит, льва тоже посадил на лак и сверху вскрыл лаком. Так. Ну, вид не дюжит, как бы гадкий, да? Помаялся я, значит, задней частью. Сейчас покажу. Вот она, задняя часть. Тут всё дыбом встало. Ну, пришлось на суперклей сажать. Столярный клей. Это, если, значит, снимать полностью всё. И, как положено под пресс, всё ложите. Так не работает, если вот такой вот шовчик. Пошёл, сходил, суперклей взял и полностью всё проклеил на суперклей. И дешевле, как говорится, и крепче. Если обувь держит он, пальцы склеивает на раз, ну, думаю, здесь он не повредит. Так. Ну, так вот всё выглядит. Вроде симпатично. Так. Сейчас я, значит, буду её собирать. Некому снимать. Буду, значит, так вам покажу, а потом покажу уже в сборе. Так. Значит, мне теперь нужно вот этот шток, вот этот, прикрутить вот к этой штуке. Вот. Потом заложить, значит, основу, палку. Вот такую вот палку под вот эту штуку. Я её, значит, шлифанул. Где она? Так. Не найдём, да? А вот она. Всё теряю постоянно. Вот я её шлифанул на... Значит, наточили. Сделал её одинаково гладкой. И буду её подсовывать туда-сюда. Вот так вот. Ну, выравнивать. Смотреть, как что будет. Так. Ну, и теперь следующее, что будет делаться. Сейчас сниму. Итак, гриф прикручен. Вот такая тут стукенция. Всё тут родное. Прорезь сделал под отвертку. Уменьшил, значит, зазор над гитарой. Ну, над грифом. Вот она штука такая. Потом, значит, чё тут... Так. Ну, сейчас, наверное, прикручу колки. Прикручиваю колки. И будем, значит, дальше уже струны вставлять. Посмотрим, что получится. Так. Колки на шестиструнку. Так. Неудобно вот одному снимать и... И показывать, да? Так. Ну, давайте вот с этой стороны вставлю. Вот. Вот так вот это всё дело сейчас прикрутится. Так. Очень неудобно в одну каску всё делать. Так. Вот такая, получается, сборка. Вот так всё это должно выглядеть. Симпатюшно, да? Вот. И потом, значит, вот он на шестиструнку, значит, порожек. На него буду всё это дело крепить. И, значит, вставлять струны. Ну, в принципе, чё. Симпатно, бля. И так, теперь выбираем, значит, струны. И можно всё это дело, значит, натягивать. Всё прикручено. Вот они, колки стоят. Ну, а теперь именно какие поставить струны. Вот это. Выбираем. Так. Это кто у нас тут? Вот такая штука. Ну, прикольная штукенция какая-то. Так. Со шкелетоном. Какие они идут? Я брал толстые, да? Акустический стрендшедет. Давайте вот эти попробуем. Итак, гитара готова. Струны вставлены. Всё по тюнеру настроено. Можно играть. Вот такая получилась штука. Вот такая ласточка. Вот так всё выглядит. И теперь можно любоваться этой красотой и играть. Всё. Всем пока.